Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Сегодня я хотел бы записать ролик по грядущей войне, которая нас будет ждать уже в ближайшее время, примерно через пару дней, или даже в ближайшем видеоблоге, не знаю как точно. Выйдет анонс нашей войны, ну а я хотел бы сегодня таки рассказать вообще, что нас ждет. Немножко подпредсказать, подпредугадывать, что у нас может быть. Ну и, конечно, немного достоверной информации у меня имеется, поэтому я об этом захотел сегодня записать видосик и рассказать вам, в принципе, вообще что да как будет в грядущей войне. Безусловно, никаких больше подкруток, багов и тому подобного в нашей войне не будет. Все-таки много было споров после первой войны, то, что это все зашквар, что все скатилось, все очень плохо. Все, можно так сказать, не по правилам и все нечестно. Что могу сказать относительно войны, которая выйдет сейчас, то, что она будет проходить точно уже не рандомным образом, а именно с теми значениями, которые будут на самом деле. В этом вы можете, в принципе, не сомневаться. Я думаю, что больше такой оплошности наши разработчики в игре никогда не сделают. Что же будет вообще по локалям? Нас ждет три разных команды, три локали. В первой войне у нас было четыре локали, и все они были как бы разбросаны по странам. То есть у нас была русская локаль, была немецкая, была Польша и была Англия. То сейчас это будут какие-то определенные названия команд. Не будет, что это все разобрано по странам. Как бы второй раз никто такого повторять не будет. И повторюсь, этих локалей у нас будет всего лишь три. Было четыре, станет три. Что касается значений, по каким будет вообще все это определяться, я думаю, что насчет УП, то есть значение именно уничтожил, подбит, у нас ничего не изменится. То есть это будет решающий фактор, но данный фактор уже будет считаться через определенную программочку, которая будет все-таки все правильно работать, а не будет это просто рандомные значения, которые будут просто вводить разработчики игры. И все-таки так вот брать и подкручивать, можно так сказать. Но если кто в это не верит, то в принципе есть очень много роликов по данному поводу, то что значения были подкручены. Но могу сейчас сказать с уверенностью, то что такого больше никогда не повторится, и все будет в принципе правильно, стабильно и ровно. Что я еще хотел сказать по войне. Так, 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 сейчас вспомню, 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 что-то я подзабыл. Про локали я сказал. Значение у нас будет уничтожил, подбит. А второе значение, я даже не знаю, ребят, если честно, если же все-таки игроки, которые помогали разработчикам в этой войне, оставили все так же по-старому насчет киллов, то скорее всего так и ничего не поменяется. Но вот по этой информации я могу только предугадывать. Данной инфы у меня нет. И я как бы ей не владею. Не знаю, что оно да как и будет. Поэтому, в принципе, в скором времени мы все это узнаем. Но ролик выйдет, конечно же, быстрее видеоблога. И вы сможете немного-таки подсмотреть, что-то уже узнать. Что касается призов за войну, то нас ждут, как всегда, контейнеры. В этот раз, я думаю, их значения будет больше. Также за победу надо будет так же само, как и в первой войне, добраться до центра, захватить главную точку. И сколько, в принципе, времени продлится война. Этот вопрос мучает не только других игроков, не только вас, но и меня тоже. В принципе, я бы хотел вот для себя лично, чтобы данная война продлилась как можно дольше. Ну, а как оно все получится, пока еще никто не знает. Анонса не было. И говорят, что это все будет скоро-скоро. Ну, точных дат никто не называет. Но я могу, наверное-таки, на 90% предсказать. Я надеюсь, что так и все и произойдет. Как только у нас закончится последний турнир, который сейчас масштабный проходит в игре. Я имею в виду, конечно же, мод, формат... Не формат, а киберспортивный турнир среди лучших команд киберспорта, который проводится в формате Хорнета Воспорельса. Как только данный турнир закончится, у нас сразу будет старт войны. И я думаю, что она уже начнется... Примерно где-то через недельки, так, 2-3 война у нас должна уже появиться в игре. С тремя жесткими локалями все это будет делаться на той основе, чтобы игроки, как бы, выбирали не свою страну. Понятное дело, что, например, за Россию, как было в прошлый раз, взяли больше игроков. Но вы понимаете сами, большое количество не всегда выигрывает, а не выигрывает оно за счет того, что каждый игрок в этой сумме в итоге считается, и поэтому не все так гладко получается. Это не тот случай, когда решает количество, а не качество. Поэтому как-то вот так вот я могу всю эту ситуацию обрисовать, рассказать. Что бы я еще хотел добавить, так это то, что я бы посоветовал, если у вас есть команда определенная, есть круг людей, с которыми вы общаетесь, то обязательно выбирайте локаль сообща. Все-таки, во-первых, это намного интереснее играть всем за одну локаль. Во-вторых, это намного прибыльнее, как у нас показывает практика, то, что если вы играете одной командой, в итоге вы так же само в этой же самой командой, сплоченной своей, начинаете захватывать те позиции войны, которые вам именно нужны. вы можете сообща все это сделать без особых проблем. Поэтому я бы посоветовал именно данную тактику по ходу войны, нежели тактику, которую выбирают многие игроки, именно... А давай-ка я не буду покупать сразу, подожду, посмотрю, кто же будет нагибать, и тогда я возьму. Ну, в принципе, данная тактика, это более является хитрожоповской. Ну, каждый, конечно, выбирает свой путь, но я посоветовал бы выбрать путь, который выбираю я. Все-таки мы своей командой выбираем определенную локаль, за которую будем бороться, за которую будем нагибать, которую мы будем продвигать. И, в принципе, в прошлый раз у нас не все так печально получилось, как кажется, все-таки главной ошибкой было то, что получилось так, что русской локали было чересчур много. Кто не знает, вот такие я уже сказал, что мы выбрали за русскую локаль. Вся наша команда по большей части, кроме там нескольких игроков, но это не суть. И самая глобальная ошибка и проблема, с которой мы столкнулись, это то, что значения все были по УП, можно так сказать, по тому количеству, сколько вы убили, сколько вы подбили, да. А проблема-то заключалась в том, что, заходя в битву, мы так же самое брали и убивали игроков своей же локали. То есть, при этих раскладах нам ничего не прибавляется, а, например, если какой-нибудь другой, ну, другая локаль, другой противник убивал этого же самого игрока, ему это шло в плюс. То есть, вот такая вот недоработка, можно так сказать, ошибка, не знаю, как это назвать. Ну, вот с такой вот проблемой мы столкнулись в первой войне. Надеюсь, что в следующей, в грядущей нашей войне с такой проблемой мы не столкнемся, и все у нас будет хорошо. Так что, я буду, в принципе, на этом заканчивать. Если понравился данный ролик, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал, если еще не подписан. Обязательно также подписывайся на группу ВК, в которой в данный момент проходит конкурс на 300 тысяч кристаллов. Так что, успевайте, выполняйте условия. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо. Всем пока.